Иоанн 4, глава стихи 43 по 45, он уходит оттуда, идет в Галилее, и когда он приходит в Галилее, то галилеяне принимают его, и видим все, что он сделал, что он сделал в Иерусалиме в празднике, ибо они ходили на праздник, еще раз, потому что ходить на праздник, это была обязанность всех евреев. С того времени Иисус начинает проповедовать, мы читаем у Матфея 4, главе 17 стихе, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я хочу подчеркнуть вот какую вещь. Царство Небесное абсолютно неверно воспринимается, как некое образование квази-государственное, духовное, имеющее отношение к некоему духовной ипостаси на небесах. На самом деле, Царство Небесное это уже сегодня здесь и сейчас. Царство Небесное есть некое установление правопорядка на этой земле, которое имеет продолжение в будущем. Поэтому, когда Иисус говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Кстати, Царство Божье и Царство Небесное это абсолютные синонимы. Мне доводилось слушать толкование, когда говорили, это одно, это другое, абсолютно взаимозаменяемые слова. Во всей еврейской литературе и молитвенно-лилитургической того времени и Отец наш называется Отцом Небесным и Отцом Царем это абсолютно равнозначные понятия Царство Божье или Царство Небесное. Поэтому с того времени, когда Иисус начинает проповедовать, говорит покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Возвратитесь или повернитесь на путь истинный, потому что Царство Небесное приближается здесь, оно на земле. И у Иоанна 4 главе 46 стих мы читаем об... Он приходит в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино, а в Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Значит, между Капернаумом и Канной Галилейской порядка 40 километров расстояние. Представляете себе, это достаточно большой кусок. Иисус пришел из Иудеи в Галилее, пришел к нему и спросил его, приди и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуетесь, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Повернул в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге их встречают слуги, и говорят, сын твой здоров. После этого он идет в Назарет, походит по обыкновению своему в день субботний в синагогу и начинает читать. Он начинает читать. Читает очень интересно. Он читает из Исаии, 61 главы, где написано, дул Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцев, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовали это Господне благоприятное. Интересно, что, согласно еврейской традиции того времени, минимальное количество текста, который мог прочитать Равин перед тем, как он начинает толковать, это должно было быть три стиха. Что Иисус делает? Он читает знаменитое «Роа Хадонай Энай», то есть «Дух Господен на мне». И практически этот кусочек – это всего лишь полтора стиха, что достаточно странно, этим вызывает серьезное удивление, и он прекращает читать, садится, и все смотрятся на него, естественно, в синагоге все глаза устремлены. Как еврей он всегда читает «Тору», когда он стоит. Когда же еврей учит «Торе» и других, он всегда сидит. То есть, когда Иисус стоял, он должен был простоять по крайней мере три стиха, которые он читает, он этого не делает. Он садится после полутора стихов и начинает учить. Может быть, несколько слов о том, как читалась «Тора». Есть 54 недели в году, на самом деле меньше немножко, но 52 недели, иногда 53. И за этот год читается вся «Тора» или все пять «Ник Моисея». Они разделены на части, неравные части, и каждую неделю читается один кусок. Во времена Иисуса был двухлетний цикл чтения «Торы». Поэтому теоретически, ретроспективно можно понять, какой это был день. Мы знаем, что чтение цикла, цикл «Тора» никогда не прекращается во всех странах мира, где есть синалоги, читается в одну субботу один и тот же текст. То есть, теоретически, можно установить, в какой это день было. И он читает этот кусок «Торы». Вы возразите совершенно верно, что тот текст, который читает Иисус, это не чтение «Торы», это чтение из пророка Исаия, совершенно верно, это так называемая «Автора» или «Автора» по-русски, тот кусочек текста, который сопутствует всегда чтению «Торы», и они всегда параллельны, и всегда можно определить точно так же, какой текст «Торы» читался в это время. И, естественно, он после того, как он читает этот текст, он садится, и все глаза устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами», и все засвидетельствовали ему это, и делили словам благодати, исходившим из уст его, говорили, «Неосеф ли это сын?» Из Галилеи что может выйти? Галилея вообще считалась Богом забытым местом, сельскохозяйственным, и не таким ученым, как Иерусалим, поэтому, когда здесь говорится, «Ну, кто этот такой вообще?» Это всего лишь сын Иосифа, и он говорит вам, «Никакой пророк не принимается в своем отечестве». Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле, в одни Ильи, когда заключено было небо, три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. Вы опять видите, как Иисус совершенно вольно исползывает те или другие места Писания. Некоторые говорят, что сегодня автора, то есть 61 Исаии и Исаии 53 глава не читается, но на это иудеи, религиозные отвечают, что в принципе не все Писание читается по субботам, и не всякие отрывки из Писания входят во вторую. Но мы не будем сейчас разбирать вопрос, что на самом деле это значило во времена Иисуса, что важно. Он в 27 стихе говорит, много было прокаженных в Израиле пророки Иерисей, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Ссылка на книгу царств. Естественно, что подобная ссылка или подобная референция, она вызывает ярость среди народа Израиля, потому что, ну, по факту это правда, неприятно слышать в синагоге, что тебя сравнивают с неевреем, причем приводят в пример человека, который стрелился от проказы, что, как мы позднее увидим, была прерогативой Мессии, то есть Иисус как бы намекает на его, на свои мессианские качества, и естественно, они понимают, что это сын Иосифа, и они пытаются с ним разобраться. По-своему, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину гору, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, то есть, ни много, ни мало решили устроить самосуд. Самосуд был запрещен, евреи вообще никого не имели права осуждать на смертную казнь, но в данном случае это был линч, подобный тому линчу, который имел место со Стефаном уже в книге Деяний апостолов, но он, пройдя посреди них удалился. Текст оригинальный подталкивает нас не просто пройдя, а растолкал, то есть, как бы применяя достаточно физическую силу, что немножко снимается Ореола, немножко снимается Иисуса Ореол пацифиста, коим он, по сути своей, никогда и не был, и он, проходя посреди них, удаляется и пришел в Капернаум или Кфарнаум, город Галилейский и учил их в дни субботни. Ну, опять он уходит в Капернаум. Этот город становится его штабом. Скорее всего, он жил в доме у Петра. Мы видим это. Это тех, которые бывали в Израиле, они видели остатки этого дома. Он оставляет Назарет или Нацихат или Нецер. это Нецер или слово Назарет. Знаете, очень часто путают с Назарей. Естественно, по-русски оно звучит приблизительно одинаково, но это абсолютно разные слова на иврите. Слово Нецер можно перевести как ветвь, ветвь, вот, а можно перевести как сохраненный или как сохраняемый. сохраняемый. Вот. В то слово Нацират или Назарет на сегодняшний. что часто делают, берут слово Нацир и которое на сегодняшний день переводится как христианин. Именно потому, что Иисус из Назарета. И слово Назарей. Но слово Назарей оно не имеет никакого отношения к слову Нацирей, как сегодня переводится и уже не имеет ни малейшего отношения к слову Нацират. Поэтому просто это важно знать. Он оставляет Назарет и приходит и поселяется в Каперном городе Приморском. Город Приморский, но это не как Сочи сегодняшний, он стоит на берегу Галилейского моря. Это озеро, называется Приморское, в пределах Завулуновых и Нефалимовых и Досбудится реченное через пророка Иссайю, ссылки на Иссайю 8 и на Иссайю 9, земля Завулунового и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, сидящий в стране в тени смертной воссиял свет. Если вы на самом деле посмотрите на эти два отрывка, они не имеют между собой практически ничего общего, но мы с вами говорили же о том, каким причудливым образом евреи используют отдельные места писания и Матфей не чувствует никаких проблем, он объединяет эти два отрывка. то есть типичное использование в форме Медраша, когда фрагмент отделен от контекста, хотя опять-таки в оригинале и первое и второй отрывок они из Исаии и они относятся к двум разным местам. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok